Завершилась судебная тяжба по одному из самых неоднозначных дел. По аварии, произошедшей ночью 17 июля 2009 года на перекрестке улиц Ташкентской и Радищево областного центра. Напомним, около трех часов ночи там столкнулись автомобили «Москвич-2141» и «БМВ Х5» без госномеров. За рулем иномарки находилась на тот момент замначальника следственного отдела управления ГИБДД Галина Хомякова. В результате ДТП водитель «Москвича» таксист Дмитрий Кузьмин и его пассажирка стали инвалидами второй группы. Изначально именно молодого человека считали виновниками столкновения. Якобы он, двигаясь в прямом направлении, через перекресток выехал из своего ряда и столкнулся с пропускавшей его перед поворотом налево иномаркой. Лишь спустя три года водителю «Москвича» удалось отстоять свою невиновность и обвиняемой стала следователь. Как провели первые минуты расследования, вот это и получилась вот такая затяжка. То есть скрывали как можно больше всяких нюансов для следствия, которые важны. Заметали следы преступления. В суде стало известно, что работы на месте ДТП производили, по сути, подчиненные Хомяковой. Сотрудники прокуратуры выехать на место отказались, сославшись на то, что погибших нет. Эксперт-криминалист также не производил осмотр места столкновения. Так что все обстоятельства произошедшего известны только из бумаг, составленных подчиненными Хомяковой. Фото и видеосъемку обстоятельств ДТП инспекторы и следователи не вели. Зато вели родственники пострадавшего таксиста. С этими материалами они позже обратились к ярославским экспертам и доказали, что в момент столкновения БМВ находился в движении. Хомякова пересекла двойную сплошную линию разметки и пыталась повернуть на Радищева, не пропустив «Москвич». От столкновения с внедорожником автомобиль такси отбросила в троллейбусную опору. В положении указано автомобиль на МХ-5 двигался с заездом на сторону проезжей части, предназначен для движения его встречи. Для него направление дронов, чем границ перегрески, при этом он пересекли в горизонтальной разметке 1-3. Вынося решение, судья принял во внимание наличие обвиняемой несовершеннолетнего сына, как смягчающее обстоятельство, и отсутствие тягчающих. Учитывая характера, чая действительно общественная пласть совершеннолетних и готовых преступлений, а также террорист наступивших последствий, дана личность в последним суде и усматривает основание, где отначен Хомякова в качестве дополнительного наказания решения права управления травмами и средствами. Все указания честные в статье 78-й, статье 2-й, статье 3-й, пока респирацию освобождают Хомякова от наказания. В соответствии с статье 151 гражданского образа операции, в случае причинения физически в разной стране действий, нарушающих личные и неимущественные права должности, суд может возложить на нарушительные обязанности, действующие принцессы данного вида. По решению суда, виновница ДТП должна выплатить обоим пострадавшим по 1 миллиону рублей. Приговор в сторону потерпевших и обрадовал, и удивил одновременно. С приговором суда в части обвинения мы согласны. Счастливы, что дожили до такого момента, то есть 4 года и 9 месяцев мы ждали этого дня. Но мы не согласны и, конечно, огорчены, это мягко сказано, с тем, что она никакого не понесла наказания, даже ее не лишили водительских прав. И она не привлекалась к административной ответственности за то, что разъезжал в течение 8 месяцев на незарегистрированном автомобиле. Отец пострадавшего таксиста счастлив хотя бы тому, что в этой истории его сына все-таки не удалось сделать крайним. Хотя и ему кажется странным, что виновницу катастрофы не лишили прав. В течение 5 лет она даже не лишена водительских прав. Она их получила буквально после ДТП в течение 10 дней. 10 дней прошло и выдали удостоверение на руки. И она с тех пор управляла автотранспортом. То есть сколько людей могло пострадать. В общей сложности суд по делу длился около 5 лет. Все это время Хомякова работала там же, на Гнеде на 18. Только после того, как обвинение переключилось на нее, с руководящей должности ее перевели на должность старшего следователя. Но разбираться в том, кто в других ДТП прав, а кто виноват, она продолжает по сей день. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иванова.